Друзья, доброе утро. Мы не вечные, мы не молодеи. Это моя вдохновляющая речь с утра. Поэтому нам всем нужен фейс-фитнес. Поэтому у нас в гостях Ольга Лобанова, тренер по фейс-фитнесу. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли к нам. И рассказывайте скорее. Вот Ростислав за кадром. У меня интересовался, что же такое фейс-фитнес. Я думаю, что вы лучше меня ответите, что же это такое. Хорошо, сейчас постараюсь. Ну вот уже на протяжении трех лет я занимаюсь тренерством. А именно посвящаю женщин красоте, чтобы они сохраняли свою молодость и красоту на долгие годы, благодаря своим рукам, своей силе воли. Фейс-фитнес. Что же это такое? Это, одним словом, гимнастика для лица. Все мы тренируем тело. Мы ходим в тренажерный зал, но наше лицо тоже нуждается в этом. Мы тренируем расслабленные мышцы лица и расслабляем напряженные мышцы лица. Да. Каждая женщина, она хочет быть красивой. И с возрастом, к сожалению, мы все замечаем в зеркале наши морщинки. Возникают назакумные складочки, возникают второй подбородок, холка, плечики. Начинают приподниматься, у нас сокращаются шеи, морщинки на шее. То есть с этими проблемами, не то что проблемами, а с этими недостатками можно справиться с помощью фейс-фитнеса, с помощью упражнений. Это только для женщин или мужчины тоже иногда этим занимаются? Или может быть в тайне от всех? Вы знаете, в нашей практике есть тренера. У нас есть тренер по фейс-фитнесу в России, один мужчина. Вот. Поэтому для мужчин тоже можно расслабляться, потому что мужчины, они же в себе таят все свои эмоции, нежели чем женщина. Поэтому даже расслабление губ вам тоже будет полезно. Ну-ка расслабь губы. Как это сделать? Смотрите, у нас с вами есть круговая мышца рта. Она очень большая. То есть, если мы с вами сжимаем губы, видите, носогубные складочки образовались, напряглись губы. И за счет этого у нас все мышцы сокращаются. Важная часть лица это расслаблять губы. Поэтому у нас есть простые инструменты. Я вам сейчас их продемонстрирую. Они у нас тоже есть на столе, я вас поняла. Да. Вот смотрите. Это обычная штука из-под кальяна. Они упакованы, вы можете их распечатать. Я вам сейчас продемонстрирую, как же можно в домашних условиях, если вы будете уделять хотя бы одну минуту в день, каждый день, это регулярно, то ваши губы будут большие, воздушные, и лицо будет расслабленное. Так, если я сейчас это сделаю, у меня увеличатся губы. Они будут более объемные, да, на самом деле. Даже не нужно никаких... Я даже не знаю, хочу ли я этого. Пока не попробуешь, не узнаешь. Я предлагаю нам всем вместе участвовать в этом. Давайте попробуем. Давайте. Смотрите, как мы вставляем. Мы берем, губы расслабляем, мы не держим зубами, мы слегка прислоняемся к муштуку и расслабляем губы. Вот таким вот образом. Вот, и держим. И начинаем смеяться, если вы захотите. Многие женщины настолько напряжены, что они не могут расслабиться. И вот эта пробка им спасением. Особенно в семьях, где она постоянно разговаривает, да, для мужчин вообще это спасение на самом деле. Потому что женщины ходят с пробкой дома. Вот, поэтому, что мы делаем? Если у вас губы самопроизвольно хотят сжать муштук, вы берете и стучите в уголка рта. Вот таким вот образом. Можно взять, если вы находитесь дома, не обязательно, может, только из-под кальяна, это может быть колпачок из-под ручки, либо из-под какого-то лекарства, может быть, крышечка. Но ни в коем случае не должно быть заломов под губой. И не должно быть вот такого. Видите? Куриная попа образовалась. Вот этого не должно быть. Губы должны быть расслаблены. Вы же нас напугали обильным слюноотделением. Да, но вам нужно... Я тут сидел и напрягался. Вам нужно подержать подольше. Чтобы это случилось? Да, да. На самом деле, если слюноотделение началось, это хорошо. Это значит, девушка или мужчина расслабились. Понимаете? А для женщин это очень важно. Я предлагаю себе беседу, вот так сидеть. И молчать. Не мешать его. Вот. Это номер один. Я рекомендую всем женщинам, особенно даже за рулем. Это очень удобно, в принципе, да. Если вы находитесь, у вас работа, допустим, за компьютером, просто вставляете мышцу в рот и сидите расслабляетесь. Это очень важно. Важный момент. В офисе не возникнут вопросы в таком случае. Возникнут. Возникнут. У меня девочки рассказывали, что у нас еще и есть монетка, либо пуговица на лоб, чтобы расслаблялись мышцы именно на лбу, именно чтобы не было межбровки. Вот. Многие смеялись, но ничего. Кто делает, кто выполняет, кто-то омолаживается. Мне интересно, с какого возраста можно начинать? Я чувствую, что мне уже пора. Смотрите. Фастфитнесом можно заниматься в любом возрасте. Единственное, у каждой женщины, они вот эти вот недостаточки, которые есть, да, с возрастом приходят, они будут по-разному уходить. Если, допустим, девочке 18-20 лет, она со своими пришла проблемой, допустим, это может быть какая-то сутулость уже, да? Сейчас в основном еще подростки уже, смотрите, у них, вот я просто замечаю, все вот такие вот скрюченные, плюс уже морщины на шею у подростков в 14-15 лет, потому что они все время с гаджетами. Вот. Здесь можно откорректировать какие-то моменты, с лицом у нее, возможно, еще как бы все хорошо. А вот уже еще, начиная, допустим, даже с 30-25, сейчас у меня самая молоденькая девочка была 23 года, ей очень понравился курс, и она продолжает заниматься, и она увидела результат, особенно на осанку и на плечики, на шею. Поэтому, неважно, когда вы начнете заниматься фейс-фитнесом, главное делать это регулярно и не лениться. Вот сколько времени в день нужно уделять фейс-фитнесу, чтобы все было хорошо? Я сильно расслабился. Смотрите, сколько времени, а я не придерживаюсь такого, чтобы вот вам нужно выбрать из 24 часов 1 час, к примеру, да, сесть за стол, взять зеркало и тренироваться. Нет. Сейчас я призываю девушек, допустим, вы вспомнили упражнение, есть у нас упражнение провисания в дверях, к примеру. Вот вы двери видите, да, лопатки раз, раздвинули грудную клетку, раздвинули, осаночка выпрямилась. Вот, допустим, упражнение на шею вспомнили, поделали упражнение на шею, повороты, это вот элементарная физическая культура. Потом, главное, если вы занимаетесь лицом, у вас должно быть зеркало, ну, либо даже вот сейчас телефон, да, смотрите, вы видите, в принципе, свое лицо. Поначалу, конечно, можно уделять 30-40 минут, если вы по методичке будете все выполнять. А потом, уже когда вы запомните упражнения, вы можете в течение дня их просто делать. Либо есть девочки, которые утром половинку сделают какие-то упражнения, да, а есть упражнения, которые вечером делаются. Все, можно так выбирать. Может быть, вы расскажете нам какие-то базовые упражнения, которые могут повторить наши зрители в том числе и будут уже понимать, что они... Слеза дома прямо перед экраном без подручных средств. Конечно, конечно, сейчас давайте продемонстрируем. Возьмем наши ручки, так, разогреем их. Сейчас мы пока убираем. Убирайте, можно с фрукткой. Можно с фрукткой. Я боюсь слюды отделения все-таки. Смотрите, разогреваем, запускаем нашу энергию, да, чтобы ручки разогрелись. И берем наши ручки и начинаем от периферии к центру делать вот такие движения. Так, ну я посмотрю, как ты, Надежда, делай активнее. Прямо начинаем работать кончиками, подушечками пальцев и вот такими вот движениями. Смотрите. Так, я сейчас попытаюсь. Давайте. Но у меня, конечно, не так распущенная прическа, как у вас, но тем не менее. Попробуйте, попробуйте. Именно вот, может быть, с этой стороны, да, чтобы прическу не повредить. Я специально приготовила, чтобы вот, чем больше вы делаете таких движений, но хотя бы одну минутку в день, с утра проснулись, вы можете сделать массаж головы. А мужчин как это расслабляет, особенно если вам кто-то будет это делать. Вот, буду просить теперь. Вот, что это дает нам? Вот вы проснулись, сделали массаж головы. Во-первых, бодрость. Во-вторых, улучшает цвет лица, уходит отечность лица, занимает мало времени, увеличивает рост волос. То есть на самом деле были у кого-то даже бровки, если не растут, вот были такие случаи, волосы начинают на бровях расти. У кого-то тонкий, негустой волосы, волосы начинают тоже лучше расти. Ну и для лица здесь большой бонус, который я вот уже рассказала. Я бы никогда не подумала, что такое легкое вроде как упражнение, столько функций. А потом вы еще смотрите, Карин, вы можете взять вот так и потянуть. И задержаться, задержаться буквально на 30 секунд. Очень хорошо, потому что все наши нервные окончания, особенно у женщин, находятся в голове, на голове. Вот, дальше. Еще показать? Да, да. Я могу много показывать. Зачем, например, нам зеркало здесь? Какие упражнения можно с зеркалом? Смотрите, конечно, зеркало в первую очередь важная составляющая, потому что, чтобы не навредить себе, мы должны смотреть в зеркало. Чтобы, допустим, какие-то моменты нам, наоборот, разгладить морщинки, потому что многие женщины, если вы будете смотреть по интернету, к примеру, да, сейчас очень много различных учебных каких-то роликов, но важно, если вы делаете упражнения на глаза, то должны только работать глаза. Если вы делаете упражнения на лоб, то только лоб, потому что бывают моменты, может быть, вы видели, девушка тренирует, допустим, губы, а у нее шевелится. То есть она здесь что-то улучшает, а здесь, наоборот, возникает. Поэтому здесь нужно следить за этим. Давайте упражнение для губ сделаем. Давайте. Снова? Да, смотрите. Другой. Берем, вот так вот в рамочку губки ставим, чтобы они были воздушными, да, с возрастом они у нас бледнеют, утончаются, разворачиваются. Вот поставили в рамочку, сделали вот такую уточку. Вот. Уточку цели. Угу. И начинаем делать вот такие вот движения. Сводить к центру, да. Сводить к центру. Вот, молодец. При этом челюсть не шевелится. Максимально неловко. При этом челюсть у нас не шевелится. Губы абсолютно расслаблены. И вот так вот, допустим, делаем 10 раз быстро. Да. 10 раз медленно. Угу. Вот видите, как Арина. Да, мне нравится. Да. И 10 раз, допустим, задержали. Угу. Есть нам еще о чем поговорить, но, к сожалению, эфирное время ограничено. И я думаю, что мы еще позовем вас обязательно для того, чтобы еще лучше узнать наше тело и лицо. Да, в том числе спасибо большое, что нашли время, пришли к нам сегодня и рассказали нам и показали упражнения и для губ, и для лица, и для всего. Спасибо вам большое, друзья. Хорошо, спасибо. У нас в гостях была Ольга Лобанова, тренер по фейс-фитнесу, ну а мы, с вашего позволения, продолжим. Угу. Спасибо.